добрый день продолжаем далее нашу работу сейчас я буду рассказывать более более теории немножко скажем так что нам нужно также сделать те заготовки которые мы поклеили в конечном итоге у нас должна получиться вот такая деталь значит когда была черновая и обрезаем мы обрезаем все это дело на ленточные пиле с одной и с другой стороны значит дальше такой момент который я упущу упущу почему потому что я не буду показывать как мы делали это у себя все на на нашем на наших станках почему потому что у нас налог промышленный у нас не самоделка и когда некоторые будут люди повторять все это дело я просто боюсь чтобы не было каких-то неприятных случаев потому что на самоделках это все не проходит этот момент я упущу как это все делаем мы я просто покажу как мы делали раньше потому что здесь их много здесь конечно никто их там по особо одной не вышлифовывать но для начала я вам просто покажу как сначала делали мы причем делали много раз и все это нормально хорошо получается значит что нам нужно сделать нам нужно сделать вот такую деталь чтобы здесь угол когда вы ставите на хорошую плоскость на хорошую плоскость угол должен быть со всех сторон одинаковый относительно этой причем потому что как вы сделаете вот сейчас вот такую штуку вот эту деталь дальше все будет зависеть то есть если она будет идти каким-то пропеллером в конечном итоге когда уже при склейке она все это вылезет и будет очень большие неприятности то есть работа пойдет осмарку значит что нужно сделать нужно сделать вот такую деталь когда у нас была заготовка еще черновая обрезаем ее на ленточный пили с одной стороны обрезаем или с другой стороны конечно ставим шаблон обрисовываем его ставим ленточный барабан и на ленточном барабане все это дело вышли форму с одной стороны и с другой стороны вышли это один способ другой способ берем тот же наш шаблон который мы тоже делали прикручиваем его саморезами наши детали берем хороший фрезер хороший может и трезер берем такую фрезу только здесь фреза подшипник должен быть сверху ставим вот так вот фрезу подшипник упирается шаблон и фрезеруем с одной стороны и с другой стороны здесь соответственно получится такая ступенька тогда скажем потому что какая фреза длинная не было она все-таки до конца не возьмет получится ступенька дальше берем вот такую фрезу по этой по фрезерованной части будет упираться подшипник и фрезеруем другую сторону как с одной так и с другой стороны то есть конечном итоге суть этого видео будет такая что нужно делать вот такую заготовку у кого какие приспособления кто на чпу кто на барабан никто как нибудь но в конечном итоге должна получиться вот такая заготовка прямые углы что с одной стороны что с другой хотя в принципе тыльная сторона сторона у нас сейчас интересует не так важно главное вот эта сторона чтобы она была четко под углом чтоб одна и другая деталь когда вы приложите все было здесь одной плоскости почему потому что конечном итоге когда будем собирать уже саму саму дверцу до склейки чтобы потом не было проблем ни со стеклом ни с филенкой то есть понятно итак итог сделали вот такие заготовки тем способом который показывал то есть клеили и сегментов потом еще когда уже сделаем заказы сдадим я покажу как другой способ как делать из ламелей но это один из способов то есть таким способом сделали вот такие детали из сегментов обошли одну сторону обошли другую сторону у нас в конечном итоге должна получиться вот такая вот хорошая четкая геометрическая правильно деталь с правильными четкими углами это суть суть это видео такова ну и на следующий раз уже будем фрезеровать там уже будет немножко уже нужно будет показывать и рассказать а пока сделай такие детали поэтому становимся до следующего раза и вот еще раз подтверждение тому почему я не показывал свои способы вот как делали и просто их вырвало хорошо что слава богу что все обошлось хорошо все нормально но некоторые моменты все таки есть так что лучше всего почему я это и не показывал как делаем чтобы не было потом неприятностей у других людей так что лучше всего способ это или барабан или ручной фрезер и в конечном итоге конечном итоге все таки должно получиться вот такие детали дальше будем фрезеровать